МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мирхайдаров Рауль Мирсаидович – писатель, заслуженный деятель искусств, автор более 30 книг. Несколько произведений посвятил своей малой родине, поселку Мартук и городу Актюбинску, где прошли его детские и юношеские годы. Романы и повести Рауля Мирхайдарова изданы многотысячными тиражами. В течение последних лет отрывки из его произведений постоянно печатаются в газете «Эврика». Бондровская Наталья Глебовна – руководитель медиагруппы «Рика». Более 10 лет возглавляет крупнейшую частную медиакомпанию Западного Казахстана. До того, как пришла в медиабизнес, много лет работала педагогом, организатором. Родители Натальи Бондровской в годы репрессий были сосланы в Актюбинск, и вся жизнь ее семьи связана с этим городом. Прежде чем перейти к журналистике, я хотел повторить любимую фразу вашего мозга. Она звучит так. «Так мы пытаемся плыть вперед, борясь с течением, оно все сносит и сносит наши суденушки обратно в прошлое». Так заканчивается великий роман моего любимого писателя Гэтсби, Феджеральда Роман «Последняя эта строка». И я вообще очень люблю последние строки в книгах. Я думаю, у меня я многое написал, но в молодые годы я написал повесть, называется «Чагатай, тупик 2». На Западе она много раз переводилась под названием «Прощай, чайхана». Так вот там, это 70 какой-то год, я написал такую фразу. «Новое нужно строить так, чтобы оно не вызывало грусти и сожаления о прошлом». Я заглянул на много лет вперед. Я имею в виду, что мы разрушили свое государство. Новое нужно строить так, чтобы оно не вызывало грусти и сожаления о прошлом. Кстати, о Феджеральде у меня в мемуарах большущая глава. Ваш любимый писатель. Да, я даже думаю, что я и есть исследователь. Там есть такая фраза, на каком-то этапе жизни я знал жизнь Феджеральда лучше, чем жизнь своей родни. Весь Лазурный берег я одолел, и без этого он всем нравится. А я из Феджеральда все уголки, где он жил. И, кстати, недалеко даже нашел первый дом, который он построил. Сейчас там отель и хороший ресторан. Потом я вам расскажу об этом. Но перейдем к журналистике. Ну, вот и такой случай, опять же, трудный переход, но всякие, как мы говорили, закололки памяти интересные. Один мой знакомый из Молдавии, телеоператор, уехал в Америку. Ну, сами понимаете, в Америку покорить не так просто, но если покоришь, все будет нормально. Естественно, он, как вот эти ребята, работал на телевидении и привез свои материалы. Ну, посылает туда, посылает сюда, все, возврат, возврат, возврат. И вдруг с какой-то, как это, кинокомпанией или телевизионной компанией, или газетой, это я не могу уточнять. Говорят, приезжайте завтра туда. Мы посмотрели ваши работы, и мы думаем, что это приемлемый вариант. Что-то, может, вы можете сделать. Вот он пришел, его приняли, все, и дали дорогущую аппаратуру, и говорят ему, спускайтесь вниз, машина стоит внизу. Вот такое-такое задание туда-сюда. Он спустился, бедняга, туда. Сел, ждет полчаса, час, водителя нет. Видит ключ там. И он водить не умел машину. И почему-то еще попытался тронуться, или, может, когда-то пробовал, никаких прав у него не было. Ну, короче, выехал со двора, разбил машину. И тут, конечно, сбежались, он далеко не успел отъехать. И они даже его не поменяли, не попеняли ему за то, что он разбил машину, сказали. Вы знаете, нам в голову не могло прийти, что журналист не управляет машиной. Это вот отчасти один из современных ответов. Вот этот человек, допустим, и разговаривает с тобой, ты хоть супероператор, тебе никто не будет представлять водителя. Это как уже лишний человек. Ты можешь сам поехать, сам все сделать. Для меня образованной журналистикой был Мэлор Стура. Он и есть. Я с ним лично знаком. У меня в мемуарах ему посвящена глава есть. Многие даже журналисты не знают, что он-то начинал с Англии. Все знают, как это. Он нам открыл, как Цветков и Всеволод Овчинников Японию, а нам Англию открыли. Когда в Америку не было, там и Кондрашов работал, они отправили, и Америка заговоровала по-другому. Он до сих пор жив, слава богу, пишет. Сколько ему сейчас лет? 87. Молодец. Он живчик, умница. Вот где сочетание языка, многотемья, блистательное знание. Вот я хочу сказать, что, к сожалению, если уже простой народ не читает, это не беда. А вот то, что журналисты не читают, не читают. Они уже не боятся даже мне сказать, я не читаю. Не читающий журналист – это не журналист. Все, это мертвец. Это знание не из интернета. Вот когда-нибудь, большущий ляп, у любого пишущего будет, в интернете куча непроверенных знаний. Это сведения. Потом, если на боковой какой-то сайт нарвался, где трепотня всякая, ты и газету подведешь, и себя. Все-таки какие-то личные знания. А самое главное – по языку. Потому что такое косноязычие в газетах, слава богу, в вашей газете, очень повезло, видимо, у вас выдающийся корректор. Вот я это не знаю, но я это чувствую. Да, она работает давно очень. Дай бог ей много лет здоровья, когда она уйдет, у вас будут большущие проблемы. Большущие проблемы. Она, я вижу, работает хорошо. Много читать надо. Надо жить культурной жизнью. Я еще хочу нашим местным журналистам, раз я ваш гость, ваша газета «Моя трибуна», спасибо, что вы мне ее предоставляете. Вам спасибо, что вы даете. Я тоже болею за вашу газету. Какие-то грехи я тоже вижу. Конечно. И хочу сказать, что есть такое правило. Вот писатель, мало того, что написать, надо научиться работать с написанным. Конечно, уровень достаточный и так же. Но я считаю, знаю вашу требовательность. Вы живете этой газетой. Это ваше дитё, рождённое, которому только 20 лет для масс-медиа, это не так много. Пределов усовершенствования нет. Или у кого-то, я не помню, фраза была «форма существенная, а сущность формированная». Как вы относитесь вот к этому тезису о том, что любое зависит не только от сущности, так сказать, любое высказание, но и форма должна быть, наверное. Форма, от подачи. Да, от подачи. Вот что вы можете тут сказать? Понимаете, вот тут как раз сработает зрелость журналиста. Зрелость. Один материал можно с такого угла подать, что тебя просто надо увольнять. Этот же материал по-другому ты подал, ты получаешь медаль. Это палка двух концов. Поэтому, а вот поэтому я говорю, читать надо. Энциклопедию, с кем-то разговаривать, совещаться. Это редкому кому можно доверить материалы. Потому что человек так устроен, особенно в журналистике. Вот он получил штатное место, он думает, ух, я уже король, я 10 репортажей сделал. И если по большому счету смотреть, то там 2,5. Можно это пустить в печать. Из-за того, что пока никого под рукой не было. Оценивать так. А вот сейчас, извините, перебью. А вот почему у нас умирают такие жанры? Раньше были, помню, в газетах, еще папа работал в путь коммунизма. Филитоны, эссе, рассказы. Нет почти. Почему? Это некому писать. Вот смотрите, у нас умирает сатиры, где там безумные деньги платят. Совершенно верно. А некому писать. Некому писать. Некому. А вида ваших журналистов, вашей газеты, они все думают, что они пуп земли. Пуп земли. Ну звезды. Да, это только звезды. Это суперрубиновые звезды. Прямо опасно работать иногда. Да, да, да. Мне все говорят, Наталья Ильичевна, как вы среди такого сонма звезды, звезды, выживаете, выживаете, да, и как еще, еще настроение у вас хорошее. Да, да, да. Это надо критически читать свои статьи. Вот, допустим, надо вырезать какие-то по фамилиям, чтобы вырезали, и через год давать, или они сами, нормальный журналист, должен перечитывать самого себя. Если роста не будет, вот, допустим, как растет писатель? Рассказы, повести, романы. Но это романная форма мало кому дается, поэтому мы называемся отдельно романистами. Я не просто писатель, я романист, у меня семь романов. И вот венец – это мемуары. Мемуары – это не только форма, это ты говоришь о себе и отвечаешь за все. Я же всегда готов, кто-то, когда к мне претензии, я говорю, ради бога, подавайте в суд. Подавайте в суд. Каждый ваш журналист должен быть уверен в том, что за свой материал тебе могут, говоря на жаргоне, предъявы сделать. Вот я пишу такие вещи. Хрущев, у него все детки, я знаю, все живы-здоровы. Но то, что я считаю, что он делал, я же пишу, за что я его не люблю. Не я не люблю, а что он сделал, допустим, для моей малой родины, Казахстана. Он решил, если казахский пролетариат появился, то он только обязан Хрущеву, когда он скот погубил. Люди снялись с места в город. Город, 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 это неприемлемо. В город нужно идти добровольно. Я помню это время. Могла бы рассказать про нашу корову, которую зарезали. Я его только написал. У нас было шесть детей, у соседей казахов было несколько коров. Они нам бесплатно давали молоко. А у нас своя была корова, пришлось зарезать. А потом у них нельзя сидеть. Да, вот я хотел сказать, это же... Рыдали, рыдание стояло в городе. Да, да, стон стоял, стон. И это оказалось невосполнимым до сих пор. Надо отвечать за свою тему и раскрывать. Я пишу очень разноплановые романы. Например, куча людей... И криминальные. Читаем мы эту трологию, вот эту остросюжетную. Все убеждены, что я прокурор высокого ранга. И Гайданов говорит, что ему многие говорили. Да, и все были убеждены, что я прокурор знал коридоры урасли. Ну, как Высоцкого говорили, сидел. К счастью, он не сидел, слава богу. Или и не воевал. Но это чувство времени, это просто люди, которым дано это все увидеть. И вижу, как у Вас аппаратура все увеличивается. Конечно, условия для журналистов потрясающие. Потрясающие. Спасибо. Да, я вижу... Это не надо вырезать, это надо крупный план отдать. Нет, но я же вижу, уже в Москве сидят все в клетушках. Вот в такой комнате 17 стеклянных штук. Совершенно верно. 17, не будешь не читать, вернее, чулок не подтянешь, все такси, все только так. А запад тем более. А запад тем более. Я вот была, когда в Швейцарии посмотрела, да. Мне даже параметры сказали. Метр на метр двадцать, что ли, вот такая клетушечка. Все, маленький столик, компьютер стоит. Ничего. Ничего нельзя. У нас диваны даже. Да не у нас. Коридоры какие. Некоторых руководителей обязательно стоят, кресла. Перегуров никаких. Никаких. И все. Главного редактора на столе видик стоит. Любой кабинет, любой коридор включается. Поэтому здесь относительная свобода. Твори только, только твори. Реализуй себя. Читай, смотри, ходи, думай. Я бы хотел еще пожелать вашим сотрудникам. Они работая, делая газеты, прежде всего реализуют себя. Конечно. Тем славны газеты. Я могу сказать спасибо вашей газете. Мне, когда про Хрущева я написал, столько звонков в телефонах, не говоря порой по e-mail. Вот это в точку. Столько благодарности, потому что они тоже помнят, как и вы. Как и вы помнят это. Он натворил такие беды, которые невосполнимы. А если взять про культуру, ведь кто придумал слово диссидент, бедного Вознесенского шпинала, Эрнста Неизвестного, обзывал людей и кончил сам как диссидент. Вообще великие журналисты, режиссеры, то есть люди искусства, так будем говорить. Вот у меня ощущение, что они все уходят, а новое молодое поколение, которое все-таки иногда смотрю, и фильмы, и театральные постановки, мне кажется, все слабее. Это ощущение, может быть, неправильное, я сразу говорю, может, оно неправильное, но по сравнению с теми корифеями и мощными людьми, которые были глыбы, человечище. Вот вы правильно назвали слово глыбы. А сейчас как-то все мельче. Дело в том, что не только мельче. Вы же посмотрите, в наше время не было ни одного ремейка. Ни одного ремейка. Я живу в Москве, театральный человек, довольно-таки редко теперь хожу, потому что мне это неинтересно, я не могу тратить собственное время. Сплошь ремейки и неудачные. Вот «Золотой теленок» или «12 стульев» пересняли, один раз показали, какие миллионы рубли. Люди плевались. Да нет, это же надо сравнивать. Мы же сравниваем, если люди не видели. Все, и еще продолжают. Непонятно, почему эти ремейки продолжаются. Потому что настоящей литературы-то нет уже. Вот я помню, раньше литература была, мы читали толстые журналы, и эти журналы приходили домой, мы выписывали там «Знамя, звезда, дружба народов», иностранная литература, Нивану, и, конечно, «Новый мир», который стоял особняком и номер один. На который тяжело было подписаться. Да, на который было тяжело, мы подписывались всегда. В Актюбинске не так уж много людей было, которые, так сказать, это делали. Обменивались, давали читать. Вот, да, им у нас приходило вот целое… Лимит, лимит. Причем приходил почтальон, она никогда не… Потому что ящички-то были узенькие. Да, да, руки отдавала. Да, всегда поднималась на второй этаж, звонила. Она знала, что принесла. Она принесла, даже потом уже расписывались. Вот, за журнал, и папа всегда давал там что-то такое, я не знаю, за то, что она поднялась на второй этаж. Были старые почтальоны, которые знали, которые радовались вместе с нами, что она несет этот журнал. А, кстати, хочу воспользоваться случаем, сказать нашим телезрителям, в Казахстане издается замечательный журнал «Амонад». «Амонад», я читала несколько раз. Это он литература народов мира. Она задумывалась как-то отдавать препочтения теркским, а каждый номер сейчас японский, японцы переводят для него сами. Она на русском языке выходит «Амонад», чтобы вы знали. Я знаю, я читаю его. Вот вы привозите, дарите, я читаю с удовольствием. Да, да, да. Это очень интересный журнал. И его ведет... Но у нас тут не продают его, в Активнистке нет. Нет, зато подписка есть. Вот мы хотя бы воспользовались, скажем, хоть какой-то культурный лепту. Люди же многое не знают. Можно подписка. Ведет ее Ролан Синсинбаев. Это прямой потомок Абая и Шакарима. А вы читали романы Кобаабы? Да, конечно. Это было потрясение на всю жизнь. Это вы думали. Кстати, он до сих пор печатается у него. Да, да. Вам и мать. У меня было потрясение на всю жизнь, когда я прочитала этот роман «Женщина песка». Все. Да. Это было почему-то после всей классики и всего того, что я читала и иностранной литературы, как все к западной, к европейской, к американской, все это понятно. Это свое видение метод. А тут совершенно все другое. И так потрясло меня. Давайте я вас потрясу еще один раз. А заодно и наших читателей. Вот когда мне задают вопрос. Какие книги произвели на ваше впечатление? Одна из этих книг японский писатель Дзюмпей Гаммикава. Никогда не читал. Роман «Условия человеческого существования». Вот такой, тысячи листов, страница. Я эту книгу купил в 64-м году. Значит, 23 года. Я ее очень быстро читаю. Я ее одолел. И, естественно, как человек эмоциональный, я всем навязывал, прочитаю, прочитаю, и она, к сожалению, на шестом-седьмом пропала. Я ее не мог купить много лет. Вот теперь проследите за моими мыслями. Я ее сумел достать. В 82-м году издали художественную литературу к какому-то юбилею. А самое главное, я еду однажды в поезде и читаю. Там в иностранке, помните, культурные новости были на последней странице. И там написано, японская ассоциация писателей назвала лучшей книгой японской книги 20-го века книгу Дзюмпея Гаммикава. Мне было 23 года. Вы почувствовали. Я открыл не только для себя, и другим. Я так, конечно, порадовал. Но для меня еще интереснее глава Феджеральд, мемуара. Мне тоже еще даже меньше было. Я приезжаю в Марток и покупаю в книжном магазине. Там Валера Парамонов был знаменитый футболист, а его мама работала в книжном. Но она знала, что я книголюб и что-то оставляла. И вот я взял несколько книг и вижу, какая-то тоненькая зеленая книжка лежит на прилавке, продается. Смотрю, Фрэнсис Скотт Феджеральд «Великий Гетсби». Для меня первый раз я вижу. А это, Вера Ивановна говорит, а это уцененная книга. 20 копеек уценена. Я открыл художественную литературу. Рубрика такая внутри открываешь. Вернее, серия зарубежной литературы 20 века. Я начинаю, иду домой пешком и читаю, читаю. Где-то на скамейку приседу. Ну, до обеда пока дошел, я очень быстро читаю. Там пока стол готовят. Я ее прочитал. Когда прочитал, она меня настолько потрясла, настолько она меня потрясла, что я пошел после обеда, говорю, Вера Ивановна, сколько есть? А там пачка была упакована на 30 штук. Значит, 29 там осталось. Я купил все 29 штук. Тут, конечно, какой-то умысел был, может быть, даже корыстный. В то время существовали черные рынки. Мы ходили туда обмениваться, покупать. А самое главное, это интеллектуальный круг общения людей. Совершенно верно. Такие разговоры немыслимо. Такое притяжение. Ну, не знаю, может быть, как для молодежи сейчас, значит, клуб гораздо выше, потому что разные люди и разного возраста. И вот я прочитал еще в дорогу, в дороге еще пару раз прочитал. Ну, завлекла она меня так сильно, я понял, что величайший поэт. И на базаре были такие знатоки, с ума сойти. Я вот мечтал, думаю, вот бы знать, как этот Володя или Сережа, или это Иван Петрович, так про книги. Ну, фанаты, сумасшедшие люди от книги. А там еще какую-то книгу обсуждают, какой-то мужик придет и перебьет, и такое несет по делу. Открываешь кучу людей, лекция бесплатная. Фанаты марок, фанаты значков были, все, все, помните. По книгам, да, это книжники собирались. Ну, короче говоря, я пришел, а там же уже я знал, туда приходили великие, кто великие библиотеки собирал, большие знатоки, библиофилы, так называемые, очень сильные. Хотел кому-то подарить, чтобы так познакомиться, они уже толку знали книг, там посмотреть библиотеку, это считалось вряд ли... В обществе книголюбов, помните, были? Да, да, хорошо. Я была в обществе книголюбов, да, да, да. Ну, Ташкент же, вы понимаете, огромный город, и там слой очень мощный интеллектуальный, хотя здесь тоже свой потоньше, но там мощнейший. Короче говоря, кому я этим знатокам обмен предлагаю, никто посмотрит, а там еще такой синий штамм стоял, уцененный, мацкопей. Да, да, да. И на меня как на дурочка смотрят. И я тогда бесплатно раздал всем вот таким авторитетным людям, просто, просто. Все, что ж, взял, зачтется, думаю, когда-нибудь. И отдал, и забыл. Вот посмотрите, какое понимание в точку попадания. А книга уже была издана, уже уцененная, значит, уже не один год она... Валялась. Валялась. И вдруг иностранная литература печатает «Ночь нежна». И в один день Феджеральд становится кумиром западной литературы в России, вернее, в СССР. Тогда был король Хемингуэя, Хемингуэя понизу... С трубкой вот фотография у всех висела. Везде. В чеканке. Да, да, да. Такое, больше, чем кинозвезд, Хемингуэя продавали. Поэтому и все покупали его без конца, издавали и в провинции для издательств, для местных. И вдруг Феджеральд. И как понеслась, это... И все начали искать, что ясно, что когда-то выходило уже, оказывается, ну, как уже пошла информация. И вы знаете, из этих 20-ти, 17 человек мне позвонили. И вот позвонили. И тогда вот мне открылись библиотеки, я посмотрел, какие библиотеки, какие дореволюционные издания, какая там графика, которая с папиросной бумагой закрыта. Такие издания. Если встретите в моих романах описание редких книг, вот я насмотрелся в чужих библиотеках. И вот я, Мартурский мальчик, обыкновенный прораб, я открыл не только для себя, для других Феджеральда. Вот тогда все поумнели, какой Феджеральд. Ну, я его творчество очень хорошо и жизнь личную знаю, поэтому я в меморах написал на нем очень большую главу. Рекомендую его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова